так друзья поехали дальше значит леонид привет юлия из воронежа привет валентина с кургана добрым каким добрым утром так кажется круга не вечер так кострома здравствуйте это мой брат валентина курган прекрасно а все-таки поправилась вечером ширина добрый скотинбурга антон колесников доброго времени суток ох антон далеко пойдешь только бы не надорвался сильно у тебя сильно все что ты делаешь целую бригаду нужно наталья доброго времени здравия всем набережной челуи татарстан и вам доброго времени наталья свинин привет привет всем восхищаюсь вашими этим лекциями всем садоводом здоровья удачи а шишмарев тут самый привет уважаемые садоводы всем здравия удачи как мог так ответил александр арсенка строма привет антон колесников наталья из казани приезжайте в гости подарю саженцы так есть абрикосы болезнь из костик пресса нахваляр костин еще так ну что наши дела правы наталья благодарю алексей кудымкар дрове награду в дрове арсен партилиза все верно говорит вк не смотрю давно особенно новости шоу игорь сафин всем здраво получил саженцы от сергея спасибо что посадить посадить или прикопать а вы еще не посадили не прикопали уже были морозы минус восемь на обещает плюс неделю саженцы персика слева садить надо я с одна ошибка не особенно это касается европы ладно сибирь даже тут я же как вспомню это да я этого раскопал в январе для сибирской области раскопала там у меня в саду под уровень снега январь лужа стоит какие прикопы это сибирь а уж европа января снег растает выпадет дождь пойдет феврале дождь пойдет и марте уж точно дождь пойдет нельзя прикапывать или прикапывать по железу на это уже другой вопрос вертикальный прикоп это мы еще проходили проходили ну сами знаете прямых просмотрах считайте что они проходили так верно моральных уродов много стало ну в данном случае мы не про моральных уродов говорим мы говорим о людям которые искренне заблуждаются и кто им так не хочется узнать уже книга написано пройти 5-6 сантиметров теперь нужно это держаться это все иначе выглядишь предателем дураком а ты чё сказал нет 5-6 еще ну подумаешь еще с 500 может быть 500 тысяч деревьев сдохнет нам нужно раз навсегда определиться как садить когда садить как 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 лабазов всем добрый садить какой результат у вас в этом году показал абрикос петр великий были врага и выходили вы на связь с сыном боднара или сын боднара нет и не выходил по прошлой причине пара раз и допустим как ну света была с помощью тоже интернета не ответил не ответил ну не соска это дело это самое не захотел общаться но не надо так что с этим все петр великий урожай у меня в этом году не это вообще это самое он у меня эти долго рассказывают самый для меня у меня было до этого вы поверите 12 лет ждать урожая 1 1 плод а потом 12 лет ждать урожая персика и мичурина и не знаю шедевр это или или не шедевр ну дождался оказался шедевр сейчас там веток десятка два ну считайте что несколько себе оставлю черноваева пообещал а и десяток веток ваши вот но я это можно считать откровением это можно считать хотите даже подвигом я же все-таки даст добился чего-то а с этим еще хуже получилось это невероятно когда ждешь вот такой вот а получаешь 40 грамм а потом мертвая а потом спасибо этому бот наружу который спас петра великого вот а сейчас я опять же урожай в этом году вы знаете что такое и не урожайный год вот туда прошлый год был ну все мировые рекорды моем саду вы видели сейчас у меня больше 100 банок трехлитровых с косточками а санта маленький и вдруг получается так значит 2023 год и несмотря на то что ну тут то что любопытство меня я всегда искренне говорю я с ваш ваш вот 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 душа моя нараспашку искренне считал как же так сейчас у меня после того супер урожай будет урожай нет уже знаю что не должно быть но вот приходит весна а заморозков нет а деревья цветут и ничего 10 20 ведер абрикосов это после тысяч это что идет сравнение это считает что 0 и тогда я сказал себе а естественно что это самое петра великого не было ни одного плодика но те плоды которые были у меня в тот год когда 40 граммов они разочаровали дико потом этот когда несколько лет я ничего не знал про него я забыл что я черенок подарил этому бандеру волшебнику а потом когда мне так сказал какой-то масса прикуда мне три сорта всего кто-то тот и патруль как когда уставили плоды были были а какие плоды и показывать вот так я чуть не черкнул сказать ему приехал меня есть фотография плоды были примерно 60 грамм когда я не возмутился с обидой такой ну как это же моя мечта это моя это я все-таки собирал эти черники брал дерево которое давал плоды 150 грамм они в банку не влазили трехлитровый и вот тогда он мне сказал константинович вырожай был такой как и вот эти вот спасибо хоть таки зато их было море вот и теперь я жду еще год а мне помереть теперь я больше еще ну как обидно страшно ну дождусь или нет и первый рожай был 40-40 граммовые плоды фотографии продание почему-то были вылететь и самая нектарины внешне убьют у него нектарином вот ну чё захотите от абрикосов которые непонятно кто у него предки и прочее это просто любительский сад это просто там она разбомблена эта деревня не буду говорить какая береславский район херсутской области . вот доклад окончен так насчет посадить или прикопать придется вам решать я бы посадил потому что морозы были будет плюс приживутся тем более персик все равно укрывать насчет укрытия персика на сливой заморозит трудно а персик он наверное укрывать придется ну впереди фильмы 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 я не сегодня заканчиваем нашу деятельность так лабасов всем добрый вечер какой а ну да про пятую листья как мог рассказал самому хочется дожить так александр юрьевич здравствуйте привет из Катеринбурга в этом году маржурский абрикос дал плоды благодаря близко посаженному кичигинского абрикоса кости посажены под зиму это ваш манджурский спасибо видят плодосящий абрикос вырастен скосик гражданин еремин а фотографии были а по весе были вы мне их прислали а если прислали я не помню что такие плодосящие абрикосы из косточки но еще манджурский кичигинский абрикос для меня сколько я их видел и живьем и видел их на фотографиях это тот же манджурец почему он кичигинским стал это тоже манджурец если он опылил то наверное это когда вот крупноплодный опыляет манджурец вот так получилось у этого у ваулина сенцев мои абрикосы оказались прекрасно дали плоды до 30 грамм и больше еще и вкусные вот а у вас если кичигинский абрикос у вас ближе к дикарю так шашмарев я здесь присутствую спасибо рекомендую за важный развернутый ответ а я переживала я потому что почти все забываю даже приготовлю ответы забуду так вина это спасибо что снова встречались в понедельник воскресенье разу не попала это не мне спасибо один раз случилось так что много технический сбой перенесли на понедельник так и остались на понедельник сергей здравствуйте подскажите пожалуйста секретаринский который мы дарили как манджурский патриархи или более морозойки и более более дики так о господи сейчас сейчас давайте его искать вы сами решите более морозойки и более дики морозойки красные примерно одинаковые косточки от бродбом это сам от бродского так сейчас я вспомню я начинаю мне как сидеть маленько так сейчас через час вот врага 2000 года сейчас мы найдем а вы сами решите чем хорошим именно мы эти лекции мои фильмы в эти вебинары ничего на это он посмотрите это просто чисто пример вы не сюда абрикос успех с каких херов моя абрикос моя фотография вот и стоит 110 рублей две зажигалки пару коробков спичек вот 110 рублей на фотографии прекрасный абрикос это серафим вы представляете как дурят как дурят это это невероятно это просто это страшных дурят да еще бесплатно продают это какой дерьмо вам продадут под видом вот эти фотографии почему я сейчас это просто мимо искал искал давайте чего-то искал фотографии тысячи ростов года продолжаем поиски вот сейчас начнутся самая первая фотография смотрите я уж на всякий случай у нас время еще впереди есть так что вы все время вот это не мешается еще раз а вот смотрите 30 июня отделов вот уже 2 июля это значит что дальше легче найти будет этот сеянец и кстати сеянец абрикоса баева он вкуснючий а кромаренко гражданка кромаренко что там про это понеседобное так получилось что остальные три дерева дали крупнее два раза сеянца ну два раза крупнее этот я выделил как сверх ранний поняли сверх ранний почему потому что опять открываешь секрет у меня такое было знаете один год я был с персиками но без абрикоса зацвели ранние попали под заморозок зацвели поздние опять заморозок а между ними всего неделя полторы зацвели персики они слабенькие на мороз то и пронесло я был с персиками то есть сверх ранний вывод сверх ранние сеансы сверх ранние абрикосы также важны как и сверх поздние не обязательно морозы придутся на поздние и обязательно придется на ранние как повезет как у идем дальше сейчас мы с мы с вами ищем что мы ищем с вами ой ё-моё вот мне надо было найти посмотрите у нас все время не стекло смотрите сюда вот и сюда это ладно тут такая техника вот смотрите вы видели черешню у которой вот такая высота вот это вот это левая правая дверь да вот это будет рекомендуется вот это вот горшок вот это метр голого штаба вот это для меня дикость несусветная почему опять показать эту девочку вот он всего у них это у меня а у них метр голого штаба и все что вот здесь вот изображено вот это вот все это сейчас я тут это было все это обречено на верную смерть попробуйте посадить в сибири среди полосе вот это зачем они выращивают этих уродов вот 2 3 зачем и ведь это нам показывает какая как пример как идеал так это я случайно шел мимо а мы продолжаем поиски поздравляем вот это невиданный труд это десятки научных работ это бесконечные эти конференции это поездки за свой счет это все надо было пережить прожить понимаете вот и тогда чудо случилось это один случай на миллион когда нормальный человек заслуживший государстве премию получает представляете заслужила премию и и получает этого не может быть но это случилось а я продолжаю вот уже почти первые фотографии абрикосов а я с вами еще психотерийский как обещал и девизия денег это лен санна это ее абрикос получит эту самую стипендию кандидата наук и вперед уже пора мазку брать косо я скоро это завтра покажется а вот все нашел шоу сейчас вот это уберется сама но остальные желтые а напротив него амур а этого не может быть мы знаем что потом все должны после скрещивания передаваться качество родителя одного из двух или обоих если много сар если много сет так что вот так вот напрямую это телегония она не может быть телегония считается запретной темы знаете почему она запретная прямые половые контакты изменения диноба сказать потому что она к людям отдастся дальше так ну или все распоримоваться на девушку вот и пожалуйста за пять лет что не сделать подумаешь захотелось сделал ну это дерево постарше ладно я сказал папа зира я хочу чтобы ты украсила абрикос абрикоса абрикос тебя украсил она еще украсть есть и украшать эх молодость молодость еще одна тема вы знаете когда вот с пятышками вот это и есть настоящие но это уже гибриды сеянцевые вот я уже это затем наблюдая почти 40 лет где эти точки это сеянцевые гибриды тут уж не ошибешься вот но вам то может не всем надо знать но студентам надо а среди нас не одного студента ясно вот это уже почище это вегетативные гибриды это была сельцевая вот смотрите поверьте я знаю что говорю вот это вот вегетативные гибриды красота да а линейка елена санасовенец все ребята дальше не буду дай время осталось 15 минут надо закругляться где вы были 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 вот тут все больше вопросов никто не задает никто ничего не пишет давайте прощаться так чтобы попрощаться значит теперь по понедельникам так теперь нас это по-прежнему мало я призываю вас рассылать рассылки с таким условием чтобы нас хотя бы немножко прибавлялось иначе что получится вот тот товарищ который сказал что ну и что три четыре года назад была статья кто эти ее помнит сожалению людей уже заранее вбитого голову вот чем закопаешь тем лучше и это еще десятки приемов нам надо продолжать а еще одно что надеюсь где-то когда-то все вот это вот бесконечная дурь которая сопровождает сотни тысячи статей этих самых фильмов ссылок надо как-то поставить какой-то заслон не надо расстреливать на тех кто обижает стариков старушек то детей калечит расстреливать этих нет надо сделать так чтобы люди не верили чтобы люди не верили вот эти вот вот эти вот если бы вы знали если взять публикации сми сколько здесь дерьма а мы с вами еще это не проходили а кто-то скажет тот как тот товарищ умный грамотный вот раз книгу вспомнил значит умнейший грамотнейший мужик вот что вот это вот вот так вот вот надо кровь износа заработать серебряники вот когда поливать 20 числа сентября для чего и в шланг кровь износа продать это заработает редакция журнала заработает тот кто эти шланги продает и останется без садов мы я пример продолжил благодаря вот мне этот человек завел подумаешь там ну что там статья была 3-4 все про него забыли они забыли нового не то и до этого знали что надо закапывать погубже понимаете благодаря скепали лучше проводить 20 сентября вы знаете сколько 20 даже у меня так случилось в этом году 20 не упал ни один листик все зеленый нельзя благозарядка и полив когда лица зеленый они перестают готовиться к зиме у них задача караул мы тонем караул понимать что случается они не знают этого не знают это за прижать на хозяйстве не знают редактора вот они ничего не знают просто нотк тот надо заработать вот кто-то кто как шар продает придумал вот это все почему 20 сентября чтобы продать в это время потом кому они зимой нужны будут шланги это не купит для среди северный зон какая хрен северном зоне еще у нас черный зоне у меня зеленые лица нельзя они перестают падать они перестают заканчивать сезон созревание потому что лист и почка одно целое падает лист полностью когда почка полностью созрела и вдруг лист остается зеленый на неделю на две внутри а дальше мороз уже предатели вы понимаете и редактора вот эти предатели и те кто это самое лишь бы шланг купили как можно было написать когда листья зеленых там где дикая засуха там еще перед самой зимой немножко полить то можно на влагозарядку это когда льем 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 вот так вот его и вот это вот есть наша сесса массовая информация все хватит на сегодня я с вами прощаюсь вот и вы со мной прощаетесь психотеретически вам показал это тот же самый маньчжурский абрикос просто просто он немножко испорчен соседями соседи его испортили с помощью телегонии набирается слова телегония узнаете все это непричное слово что этого не может быть никогда ну я вот когда знаете когда-то я рассказывал матвеева юре той самой девочки которая приезжала ко мне в ранге студентки и также я не рассказывал или сан савельевич когда была студенткой она хотя бы что-то продвинулась спасибо и на том пока я надеюсь что она пойдет дальше уже это польза будет больше себя на дальше карьеру будет делать я всегда говорил нельзя ничему не верить настоящий ученый он не будет как дурак повторять закапывайте поглубже он не будет как дурак говорит что деревья неправильно и надо сейчас я секатор и отрезать девять видов веток вот перекопать всю почву в саду это пенсионеры учат представляете он должен все проверить сам я проверил сам но вы-то мне не должны верить не должны верить студенты пусть останется так же не верю не железа а вдруг все таки это польза от под перекопки ведь туда же надо кислород подать перекопайте ну не все перекопайте ты студент вот перекопайте пол сада пусть тебе дадут эти сотку две-три вот напиши работу уже другого типа не обязательно селекция заниматься а просто надо просить как работать с разными агроприемами все одинаково вот с одного мешка все кончик с одного дерева мне там на каждом дереве тысячи а потом половину перекопала половину нет и это будет твоя дипломная работа а дело настолько серьезно что возможно по пусть она уже будет и не просто дипломной вот аспирантская работа но уже чисто ученым сколько может у людей то дурить то основной в следующий раз до свидания друзья мы с вами прощаемся я опять не смог удержаться я говорил эмоционально быстро вот те кто ко мне привык арсен привет жабалдела николай привет вот ли видит бухтера привет хоть бы раз меня отругали вот железовый юрий брат мой ругает поспокойней валера поспокойней брат а то может последний разбегутся да не разбегутся никуда потому что их и не было некому разбегаться вот столько пользы мы могли принести юрий владимир железов если бы это нас поддержали с помощью рассылок до свидания все остановлю трансляцию